Здравствуйте! Мы продолжаем беседы с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря Игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас! Здравствуйте! Спасибо огромное за приглашение. Нам приятно с вами видеться. Совсем скоро в Санкт-Петербурге состоится 25-й международный кинофестиваль «Невский благовест», который пройдет в Александр-Невской лавре. Расскажите подробнее об этом событии. Как это будет происходить? Я знаю, что один день выделен именно нашей Никольской обители. Это очень интересно. Я очень благодарен организаторам кинофестиваля, которые пошли нам навстречу и в этом году выделяют целый вечер, творческий вечер, для того, чтобы в Духовно-просветительском центре Святодуховский, где будет проходить весь кинофестиваль, представлено зрителям кино, которое мы с вами, Александр, сняли весной в этом году. Это кино, которое рассказывает о Старой Ладоге, о памятниках Никольского монастыря. Организаторы выделяют нам целый вечер для того, чтобы представить зрителям этот фильм «Старая Ладога. Колыбели жизни». Кто-то, может быть, видел. Но, наверное, интересно будет общение, потому что на вечер мы приглашаем людей неравнодушных к Старой Ладоге, к Никольскому монастырю, к почитателям духовности, к почитателям Святой Руси. Поэтому обязательно будет анонс, когда мы встречаемся, во сколько мы встречаемся. Но предварительно организаторы нам выделяют 30 ноября, в 19 часов. Всех, кто пожелает встретиться со мной, с игуменом, с вами, как авторы фильма «Старая Ладога. Колыбели жизни», с братьями, с прихожанами кто-то, возможно, поедет в Санкт-Петербург. Я всех хочу пригласить. Действительно, интересное событие в мире кино. Несмотря на сложные времена, христианское кино снимается. И то, что в Санкт-Петербурге, в Александроневской лавре целый вечер будет идти разговор о нашей Ладоге, о Старой Ладоге, о памятниках архитектуры, я считаю, что это небольшая победа наша. И мы с вами, конечно же, обязательно, пообщаясь с людьми, откроем новых почитателей нашего кусочка Святой Руси. Это еще раз привлечет внимание к древней столице Руси. Безусловно. Я еще раз хочу сказать, очень благодарю организаторов, которые пошли нам навстречу. И в этом году Никольский монастырь впервые представлен. Вы уже отметили, что это 25-й кинофестиваль. Юбилейный. Да, юбилейный фестиваль христианского кино. Поэтому мы очень рады. И для меня это еще раз такая вот возможность рассказать о Никольской обители, рассказать о том, чем мы здесь дышим, чем мы живем, с какими проблемами мы решаем. Ну и, конечно, людям будет интересно пообщаться с вами, с авторами этого проекта, вообще с авторами нашего диалога между местной прессой, если можно так отметить, до Волховской земли и нами, как монастырской общиной. Вот на нашей прошлой беседе большая часть вопроса была связана с укладом монашеской жизни. Зрители как раз интересуют эту тему, вот как живет братья в монастыре. Я предлагаю в ближайшее время в одной из наших следующих бесед прогуляться по монастырю, поговорить с насельниками, чтобы из первых уст узнать вот о жизни монастыря. Как вы не против? Я буду очень рад, и братья тоже будут рады принять участие в этом новом проекте. И, возможно, у нас с вами также родится новый фильм. Ну и теперь пришло время прийти к вопросам наших телезрителей. А я напомню, что благодаря телеканалу «Союз» нас смотрит огромная аудитория по всей стране и за рубежом. И вот такой интересный вопрос нам прислал Алексей из Ростова-на-Дону. Согласно формуле любви святого Павла, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Он говорил о любви божественной. А как применимо это определение к обычным чувствам? Очень просто. Потому что то, о чем говорит апостол Павел, всегда строится на бескорыстии, прежде всего. Любовь, она всегда бескорыстна, а во-вторых, любовь всегда жертвенна. И когда мы взираем на подвиг Господа нашего Иисуса Христа, мы видим, что его подвиг, он жертвенен, а эта жертва, она соприкасается с любовью к человеческому роду. Мы всегда на богослужении слышим такие слова, что Бог есть человека-любец. И в нашей жизни, в отношениях между, допустим, супругами, любовь зиждется и в хорошем плане. Я говорю о любви между людьми. Это когда человек один жертвует чем-то ради другого. Любовь не должна строиться на страсти, на привязанности, потому что страсть, привязанность обязательно пройдет. Человека любят не за то, что у него красивые глаза, а потому что у него прекрасная, великолепная душа. Когда мы говорим о семейных ценностях, мы говорим о том, что семья – это всегда любовь жертвенная, когда кто-то что-то дает другому человеку, время, здоровье и прочее. Поэтому слова апостола Павла, они применимы, безусловно, в нашей жизни. Они, безусловно, являются инструкцией для поведения как в семье, так в социуме, так и на работе, где человек находится больше времени, в любых обществах. Поэтому замечательные слова привели. И то, что мы слышим, оно, конечно же, приемлемо и очень живо для каждого человека. И второй вопрос от Алексея, тоже связанный с любовью. Скажите, как уберечь подростков от самоубийства на почве неразделенной любви? Такой сложный вопрос. Это очень сложно. И здесь важно воспитание. Какое воспитание дают детям родители? Важно живое участие родителей в жизни своих детей. Тем более, понимая, в какой период это произойдет, в какой период произойдет, родители должны быть готовы, чтобы объяснить своим детям, как поступать в той или иной ситуации. Понятно, что очень сложно. И здесь важно привлекать, конечно, и духовных руководителей. Допустим, если семья верующая, то у них есть священник, у которого они исповедуются, допустим, у которого они просят какого-то совета. Это возможно подростку предварительно все-таки объяснить и рассказать, что жизнь не заканчивается, если что-то у нас не получается, если мы не видим ответной реакции на наши чувства. Жизнь не проходит дальше. Но я думаю, что здесь все средства хороши, помимо родительского внимания, внимания со стороны священника, духовника, семьи. Конечно, иногда можно прибегать к православным психологам, которые также могут где-то увидеть, где-то подсказать, дать какой-то дельный совет. Поэтому все должно быть построено также на любви, на бережном отношении. И, безусловно, дети не должны быть брошены вниманием своих родителей. Родитель должен знать все, что происходит, чем ребенок дышит, интересоваться любой мелочью. Потому что часто для ребенка, для подростка мелочей в его жизни не существует. Очень важно вовремя заметить какие-то изменения. Безусловно, да. Я говорю, здесь надо действовать на опережение. Понимая, что приближается определенный возраст. И, конечно, родители вместе со священнослужителями, со специалистами могут где-то подготавливать. Но это все вопрос воспитания. Воспитание и семьи. Спасибо. Следующий вопрос нам прислал Владимир из Петербурга. Вот о чем он пишет. «Часто задаю себе вопросом, почему одни люди рождаются красивыми и благополучными, и вся жизнь идет у них как по маслу с самого начала. Другие же, наоборот, рождаются либо инвалидами, или в неблагополучных семьях. И всю жизнь им приходится бороться и страдать. Почему Бог это допускает, и как это объясняет христианство?» Вопрос философский, вопрос непростой. И ответить на него одним предложением невозможно. Сразу скажу, потому что, первое, почему так происходит, почему мы рождаемся несовершенными, а ответ очевиден, потому что мир несовершенен. Мир несовершенен. Он построен на определенных законах, которые зачастую с нашим видением не сочетаются. Второе, о чем надо сказать, почему Бог допускает. Вы знаете, Господь многое, что человек упрощает. Но есть вещи, которые зависят от поведения человека, какую жизнь человек ведет, что он проецирует на окружающий мир, добро или зло, как он ведет образ своей жизни, потому что зачастую от здоровья родителей зависит здоровье ребенка. А третье, о чем я хочу сказать, иногда то, о чем человек упомянул, дети, которые иногда становятся инвалидами, может быть, даже люди с ограниченными возможностями, это тоже некое испытание. Потому что я в своей жизни тоже встречал такие примеры, когда Господь, наверное, посылает в семью вот такое, такого человека. И здесь уже проверяется человек на, знаете, на вот такой вот, на черствость, может быть, проверяется, насколько... Ведь можно освободиться от этого. Да, некоторые отказываются. Отказываются, отдают ребенка, допустим, в детский дом, а кто-то берет это на себя, крест, и через это приходят к Богу. То есть, понимаете, вот не за что, не почему, а для чего. Вот вопрос здесь нужно ставить. Для чего Господь посылает вот это? Для чего Он позволяет вот это? И почему происходит там не со мной, может быть, а с другими людьми? Но вы знаете, вот в этих испытаниях часто человек все-таки находит смысл своей жизни, когда заботится о своем ребенке, когда заботится о своем престарелом матери или отце. Поэтому это вопрос философский. И что самое главное, когда мы рассуждаем насчет этого, мы должны приходить в некое смирение. Но смирение не просто осознание, но есть и есть. Смирение – это осознание того, что для чего тебе это Господь дал. Это очень важно. Поэтому вопрос сложный, но я вот кратко бы ответил на него таким образом. Спасибо. Так, следующий вопрос нам прислала Евгения из Череповца. Я человек верующий, стараюсь жить по Боге, однако у меня есть один недостаток. Дело в том, что я работаю на железной дороге, в основном в мужском коллективе. И так получилось, что я начала сквернословить под влиянием коллектива. Понимаю, что это нехорошо, пытаюсь сдерживаться, но ничего не получается. Все происходит непроизвольно, машинально, по привычке. Как мне справиться с этой страстью? Помогите, пожалуйста, советам. Ну, во-первых, если происходит сквернословие, мы черпаем слова, наверное, мысль о том, что христианину не должно выражаться скверными словами, слова апостола Павла. «Ничего нечистое, да не исходит из уст ваших». Вот и все. Поэтому, если что-то случается, мы, конечно, идем на исповедь. Мы просим у Господа прощения, и перед священником каемся, присутствие священника каемся, прости Господи за сквернословие, вольное или невольное. Но желательно, конечно, изживать это из себя, не слушать то, что происходит вокруг, потому что все-таки для христианина это не свойственно. Апостол Павел так и говорит, «Ничего нечистое, да не исходит из уст ваших». А плюс еще всегда говорю, подумайте над смыслом тех ругательств, которые часто вылетают из уст человека, потому что зачастую это касается достоинства твоей мамы. Вот, допустим, я всегда привожу пример на Востоке за такие вещи, ну, просто убивали. Есть такое понятие, да, когда ты наносишь унижение, оскорбление твоим родителям, потому что нет ничего выше в восточных религиях, чем жизнь и достоинство родителей. Поэтому, когда человек произносит различные ругательства, он касается достоинства твоей матери, твоих родителей. Поэтому подумайте, пожалуйста, что вы говорите, о чем вы говорите, и вообще нужно ли это вам. Поэтому нужно от этого избавляться, как от того, что оскверняет твою жизнь. Ведь слово тоже имеет силу. Обязательно, обязательно, да. Так, Вера из Волхова. Дорогой отец Филарет, меня мучает та ситуация, что сложилось в последнее время на почве пандемии. Люди стали шарахаться друг друга, бояться и тихо ненавидеть. Скажите, почему так происходит? Что стало с людьми? И как научиться быть терпимее друг к другу в это и так непростое время? А ничего не надо придумывать нового. Надо всегда оставаться человеком. Именно таким человеком, которым нас хочет видеть Господь. Стараться помогать ближним своим. Не можем мы физически помогать. Помогать словом. Кому-то позвонить. Если кто-то требует нашего участия, поучаствовать в жизни другого человека, разделить боль, поделить радость, возможно. Потому что часто, вы знаете, боль-то мы разделяем. А когда мы видим, что кому-то везет в этой жизни, и, как мы думаем, часто везет больше, чем мне, то мы начинаем завидовать. Вот, наверное, делить успехи другого человека намного сложнее, чем делить, допустим, горе или посочувствовать. Тогда какая-то потеря у наших близких и прочее. А то, что сегодня происходит, действительно, как мы всегда говорим, дай Бог, чтобы не было пандемии мозга. Чтобы люди оставались людьми. Чтобы люди не начинали ненавидеть друг друга. Иногда посмотришь, что происходит в наше непростое время. Действительно, видишь, когда вот эти страсти оголяются. Когда ненависть, когда осуждение. Одни осуждают других, другие осуждают третьих. Поэтому здесь нужно оставаться всегда человеком, быть достойным звания христианина, продолжать, еще раз говорю, сеять любовь вокруг себя, стараться прощать, не обращать внимания, не идти за фанатиками, которых сейчас огромное количество, а думать о своем здоровье, о здоровье своих близких. И Господь ведь не даром нам дал медиков, врачей, которые сегодня борются за жизни многих в реанимациях, спасают, можно сказать, из того света тех, на которых остался один шаг. Часто жертвуют своим временем, иногда здоровьем. Помните, когда началось все это? Сколько врачей погибло, борясь с последствиями пандемии. Поэтому я бы очень хотел пожелать вам крепкого здоровья, мужества, терпения. Еще раз хочу сказать, надо всегда оставаться человеком. Я знаю, что некоторые из ваших братьев тоже были в красной зоне, были награждены медалями. Ну, мы пытаемся, вот, к сожалению, пока что мы медали не дождались, но то, что списки благодарности мы подавали в наше епархиальное управление для братьев, которые работали в красных зонах, потому что в красных зонах лежали тоже прихожане. То есть вы не понаслышке знаете, что это такое. Понаслышке мы знаем, что это такое. Но еще раз хочу сказать, что все-таки, несмотря, что мы находимся, особенно в летний период, к нам приезжает огромное количество людей из Москвы, из Архангельска, из Петербурга же, из Ленинградской области. Все-таки, слава Богу, наш монастырь выстоял, потому что многие у нас привились, кто-то переболел. Вот в этом плане мы держимся друг за другом и стараемся помогать и думать головой прежде всего. Поэтому, конечно, спасибо нашей брате, которая трудилась, ходила к прихожанам, которые болели, которые нуждались в духовной поддержке. Если наших священников пускали, то, конечно, за помощью тянулись и совершенно другие люди, которые не являются прихожанами в нашем монастыре. Это очень приятно. Следующий вопрос. Людмила из Донецкой области. Моим родителям сейчас по 60 лет. Но уже лет 40 они начали серьезно думать о том, кто будет ухаживать за их могилой после смерти, определили себе место, кого куда нужно похоронить, отложили деньги на черный день. А мама вообще ведет странные разговоры о том, что ей там будет холодно зимой, кто к ней будет приходить и так далее. Все эти разговоры мне неприятны. Я считаю, что они уделяют слишком серьезное внимание этому вопросу. Мне кажется, это ненормальным. А как вы считаете, батюшка, допустимо ли такое поведение? Есть некие суеверия, которые в нашу жизнь настолько пришли, что очень тяжело от них избавляться. Что значит будет холодно? Когда происходит сам момент смерти, отделения души человека от тела, то прекращается эта связь. И нет уже, ну как сказать, важности, где тебя похоронят, в какую землю тебя определят, будешь ты похоронен возле дома, в своем городе или где-то в другом месте и прочее. То есть есть некие суеверия, вот то же самое здесь, суеверие, там будет холодно. Наоборот, душа, она, отделившись от тела, попадает в иную реальность. И уже о теле не думает, потому что тело – это как некий, может быть, остаток от земного бытия, которое погружается в землю, и все вот эти физические процессы происходят уже вне зависимости от душевной составляющей. Поэтому не надо об этом сильно думать, но то, что нам предстоит когда-то, это действительно мы часто готовимся, мы часто думаем о том, кому что завещать, кому что отдать, кому что, кого нужно. И вы знаете, вот я вот не знаю, как сегодня на практике, но, допустим, если человек получает известие, что он смертельно болен, все-таки аккуратно ему нужно об этом говорить. Это личное дело семьи. Но когда… Личное дело семьи почему? Потому что люди по-разному воспринимают конец своей жизни. Кто-то начинает, наоборот, скопилируется и приведет все свои дела в порядок, детям даст определенные поручения, что как сделать, кому что делать. Он может кого-то простить, позвонить, примириться со своими обидчиками. То есть приготовиться, зная, что тебе осталось жить какое-то время, какой-то отрезок. Кто-то не может этого пережить, наоборот, отчаивается, приходит в смятение, в некое. Но вы знаете, в любом случае мы всегда должны понимать, что когда-то конец настанет. Мы смертны. Человек, ты смертен. Это основной призыв, который звучит к людям, которые приходят ко Христу. Но смерть телесная не страшна, потому что там за этой гранью нас ждет совершенно иной мир, там ждет нас Господь. Вот вопрос другой. Мы должны подумать, как мы с ним встретимся, что мы ему скажем о своей жизни, оставим ли мы все свои грехи, пороки здесь и прочее. Вот об этом лучше думать. Как приготовить свою душу к встрече. А как будет, что это будет, какое погребение, это уже вопрос, ну вы знаете, как говорят. Технически. Технически это будет не важно. Для души человека это будет совершенно не важно. Спасибо. Отец Виларет, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям, уже по традиции, с напутственными словами. Братья и сестры, как всегда я желаю каждому из вас Божьего благословения, чтобы по молитвам святителя Николая Чудотворца, в стенах обители которого мы находимся, Господь даровал нам крепкое здоровье, мужество, терпение, идти по жизни. И, конечно же, как всегда, мы говорим, берегите себя, пожалуйста, берегите свое здоровье, здоровье своих близких, и да хранит всех нас Господь. Еще раз огромное вам спасибо. Было очень интересно. Время пролетело незаметно. Дорогие друзья, я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у Камина». Если у вас есть вопросы, можете задать их игумену через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok